Всем привет вы на канале планета земля и сегодня мы поговорим о чайках что мы знаем о них у многих чайки ассоциируется с морем летом отдыхом и красивыми пейзажами где можно увидеть этих птиц кто постарше знает что был такой красивый автомобиль у других с пьесой антона павловича чехова а кто по продвинутей читал и о чайке по имени джонатан ливингстон у некоторых людей отношение к ней как негативной птахи ее сравнивают с нехорошими людьми говоря что они ленивые наглые как чайки и больше склонны к бесплатным удовольствием готовясь поживиться чем-то чужим а почему ассоциации именно с чайкой да и пьеса чехова как и притча ричарда баха о людях и о жизни не понятно чтобы с этим разобраться мы сегодня поговорим о птицах чайках где живут что едят как выглядят и возможно это и будет ключом который приоткроет двери ко многим ответом на эти вопросы поехали и начнем мы с классификации чайки относятся к отряду ржанкообразных в этом большом отряде у чаек есть собственное семейство включающие 22 рода из 100 видов птиц в семействе присутствуют водорезы крачки и конечно же чайки водорезов и крачек мы рассмотрим в другом видео несмотря на то что они похожи у них много различий ну а сегодня мы поближе познакомимся именно с родом чайки включающий 24 вида чаек это самый многочисленный род птиц семейства обитающих как на морских просторах так и на внутренних водоемах ареал чаек повсеместен вдоль побережья океанов от америка до евразии и австралии от арктики до антарктики один вид доминиканская чайка устраивает гнездовья в фактическом суровом климате лучше сказать где чаек нет чем где они есть пожалуй они не любят только засушливые пустыни те нет воды и плотные заросли джунглей где полетать проблематично и раз показали доминиканскую давайте посмотрим и на остальных серебристая сизая чернохвостая полярная западная клуша хохотунья средиземноморская тихоокеанская и морская самая маленькая в роду пожалуй полярная а самая большая морская и в основном чайки это крупные птицы морские чайки могут достигать длины 75 сантиметров и весить до двух килограммов в целом в роду они все очень схожи и половой деморфизм выражен слабо самцов и самочек различать непросто для этого необходимо знать мелкие признаки по которым это можно делать у каждого вида для них характерно белое или серое оперение на голове или крыльях нередко встречаются черные отметки молодые птицы обычно имеют перья буроватого оттенка затем с возрастом они становятся все светлее пока совсем не белеет у старых чаек перья водонепроницаемы с их помощью чайки легко плавать и природа чаек не обделила чайки обладают обтекаемым и длинным телом с хорошей аэродинамикой длинными крыльями с размахом до 170 сантиметров и квадратным хвостом в воздухе птицы себя чувствуют просто отлично человек может летать только во сне а чайки известны своими исключительными летательными способностями наяву и они способны летать при ветре который может приземлить других птиц они могут летать при скорости ветра до 100 километров в час что невероятно их способность летать при сильном ветре обусловлена уникальной формой крыльев которые позволяют им легко скользить по воздуху и сохранять устойчивость даже в самых сложных погодных условиях чайки используют различные методы чтобы ориентироваться при сильном ветре они регулируют положение угол наклона своих крыльев чтобы поймать поток ветра и взлететь выше в небо они также используют свои хвосты чтобы управлять и поддерживать равновесие воздухе подгибая крылья и ныряя они могут уменьшить сопротивление ветра и набрать скорость для движения вперед сочетание всех этих методов делает чаек одно из самых впечатляющих птиц когда дело доходит до полета при сильном ветре есть еще один нюанс если ветер дует чайки размещаются так чтобы смотреть на ветер который дует им так сказать в лицо они делают это по веским причинам они приземляются и взлетают против ветра поэтому если им нужно спешить это лучшее положение чтобы сорваться резко с места если вы заметили что все чайки смотрят в разные стороны это означает что ветер слабый или отсутствует чайка это лучший естественный флюгер посмотрите в какую сторону она смотрит и вспомните что ветер всегда дует чайки в лицо с крыльями разобрались переходим к ногам ноги мощные не длинные и не короткие черные красные или желтые и на них хорошо видны перепонки используемые для плавания ведь эта птица может нырять за добычей пусть и не глубоко а иногда и просто резвиться в воде да и перепонки не сильно мешают бегать и по земле это вам не переваливающаяся утка на коротеньких утиных конечностях если чайка голодная она вполне может и пробежаться да и не только может и станцевать знаете зачем они начинают топать ученые выяснили что таким образом чайки имитируют звук дождя после которого дождевые черви выползают наружу и пусть лапы не сильно хватательные этим занимается клюв и это тоже природное произведение искусства у чайки клюв с красным пятном на кончике это пятно состоит из химических веществ называемых каротиноидами и играет важную роль во время спаривания и кормления птенцов птенцы могут заметить красную точку и клевать ее чтобы попросить еды но что там пятнышко клюв сильный и довольно длинный конец его загнут добыча в водоемах скользкая и клюв такой формы помогает ее держать таким клювом чайка и рыбу удержит и распаковку любому обидчику устроит а если не помогает клюв поможет голос и если одиночные голоса чаек над морем вызывают прилив эндорфинов то обеспокоенная большая стая чаек больше напоминает дурдом на выезде чего только не вылетает из горла чайки квохчут клекочет кричат пищат визжат и ладно бы это все издавала одна особь когда их тысячи голова любого животного существа идет кругом чайки крикливы настолько что не в состоянии замолчать хоть на полминуты им соплеменниками побеседовать надо и об опасности оповестить а потом еще и закрепить результат совместным обсуждением к тому же у чаек превосходное зрение и они могут пить морскую воду это благодаря наличию уникальной пары желез прямо над их глазами эти железы помогают выводить избыток соли из организма через отверстия в клюве да к тому же она всеядна все это делает чайку идеальным приспособленцем в любых условиях в условиях умеренного или арктического климата большинство чайковых гнездится один раз в год и примерно в одно и то же время некоторые южные виды гнездятся в любое время года в случае если первая кладка утрачена самка может отложить яйца повторно все виды моногамны и как правило пары сохраняются в течение длительного времени если конечно что-то не произойдет с партнером и во время брачного периода чайки не поют или танцуют как другие птицы чтобы привлечь внимание чайкам не до танцев и пения еда в приоритете для продолжения рода происходит ритуальное кормление самцом самочки в задачи самца также входит выбор расположения гнезда его обустройство гнездо располагается прямо на земле на прибрежных скалах морском пляже в устье реки в тундре в болотистой местности или на берегу озера плотно поел самочку накормил можно и размножаться в гнезде обычно 23 яйца обе чайки их насиживают однако большую часть времени проводит в гнезде самочка пока самец охраняет территорию охранять он умеет самец чайка с невероятной ревностью агрессия охраняет свое жилище он готов броситься на каждого кто попытается нарушить границы пусть квадратура небольшая но даже сосед по гнездованию расценивается как красный уровень опасности живут чайки целыми колониями каждая насчитывает от 500 до 5000 особей гнезда которых расположены близко друг от друга от полуметра до 10 метров хотя жизнь такой колонии имеет свои плюсы в первую очередь это защита от хищников но и минусов у нее много главный неуживчивый характер самих чаек друг другу они худшие хищники и между ними постоянно возникают конфликты из-за вторжения одной чайки на территорию другой или из-за еды кроме себя самих они защищают гнездо от любой опасности будь то человек или транспорт без разницы птица начинает бомбардировку схема отработана резкий налет на нарушителя спокойствия с криками и с предварительным обстрелом экскрементами лишь бы самочка с яйцами а затем и птенцы были в безопасности инкубационный период в целом составляет от 20 до 30 дней птенцы обычно полувыводкового типа после вылупления они покрыты густым пухом бледно-серого или палевого цвета с пестринами что камуфлирует их на фоне местности и помогает укрыться от хищников в течение одной или двух недель птенцы остаются в гнезде где за ними ухаживают оба родителя у некоторых видов птенцы выводкового типа они уже в течение нескольких часов покидают гнездо и прячутся на воде период оперения когда птицы начинают летать длится от 4 до 6 недель и если птенцы не потревожены погодными условиями или хищниками они весь этот период остаются с родителями у небольших видов чаек половая зрелость молодых наступает через два-три года у крупных позже иногда только через пять лет и живут чайки относительно немало в среднем до 20 лет и все это время они занимаются в основном поиском еды чайки очень любят поесть чтобы пернатая наелась ему нужно хотя бы пять шесть раз в день вылетать на промысел корм добывают как на воде так и на суше на океанских просторах в прибрежной зоне во всевозможных внутренних водоемах заливных лугах и засеянных полях охотиться за рыбой моллюсками ракообразными летающими водными насекомыми разоряют гнезда других птиц питаясь их яйцами моллюсков покрытых толстой раковиной бросают с высоты тем самым разбивая скорлупу некоторые виды могут улетать на кормежку на десятки километров от водоемов кружить над водой выжидая добычу могут очень долго если охота не задается делать это иногда приходится по несколько часов подряд без результатов и они на такое способны эти птицы очень выносливые едва обнаружив добычу они стремглав летят за ней и ныряют воду а затем хватают ее клювом могут применять умный подход исследовать за крупной рыбой та тоже охотится и наводит чаек на рыбу поменьше после чего-то пытается перехватить улов а даже если нет когда крупный хищник поймает добычу и будет разрывать ее на части или оглушать как например это делают дельфины чайка обязательно попытается перехватить свой кусочек кстати в надежде на это они нередко кружат над акулами если добыче удалось уйти то чайки вновь приходится выходить на охоту и запаса ее сил должно хватить на то чтобы сделать много безрезультатных нырков подряд несмотря на ловкость этих птиц охотиться сложно попроще им добывать крабов или выброшенных на берег медуз первые убегают медленно авторы вообще отбегали поэтому ими чайки лакомиться очень любят и регулярно проведывают самые урожайные места на берегу на которые волнами выбрасывает живность если она уже успела немного разложиться не беда падалью питаться чайки не брезгуют кроме животной пищи также поедают семена и ягоды а также отбросы растительного происхождения так что чайка ест практически все рыба значит рыба объедки так тому и быть насекомые падаль непонятные предметы чайка планомерно станет складывать все это в себя но все равно будет испытывать чувство голода пока не появился в относительно трудной с вечным недоеданием чайкиной судьбе человек чайка быстро смекнула что у двуногого есть чем поживиться у него всегда много еды которую он обязательно поделится а если не поделится то можно истощить ведь он медленный иногда и маленький и не сильно поворотлив и в основном пуглив особенно когда птиц стая и как только чайки увидели большие города многие из них совсем забыли и забили на охоту в море и быстро переметнулись кто в города а кто и на городские свалки где еды огромное количество и чайкин глаз обязательно найдет что положить в чайкин клюв так сказать адаптировались и стали синантропами то есть животные не одомашненные но образ жизни связан и с человеком и его жильем если в дикой природе у них все-таки оставались какие никакие враги по большей части охотившиеся на яйца и птенцов кто в жизни с человеком из врагов только человек это в городах где до чаек никому нет дела логично что на мусорных полигонах чайка стала плодиться с большой скоростью в городе еды поменьше чем на свалках но там есть другая синантропическая живность и чайки начали охотиться на вороны голубей и не только страдают все виды птиц ведь у этой разбойницы с ее размерами и мощью практически нет конкурентов и если стая ворон еще может дать отпор голодной чайки то не стоит забывать что чайки тоже стайные птицы и вороны смотрятся на их фоне довольно серенько да что там птицы взрослая голодная чайка с легкостью расправиться и с белкой или хомяком или даже с крысой и с котенком и даже с собакой не с овчаркой конечно но с породами поменьше точно например порода шпицов или йоркшир для нее будет вроде чипсов ну или пиццы случаи были это она может а нет живой и свежей еды в городе ай да ребята на свалку там всегда можно найти много вкусного да человек создал новый пищевой плацдарм для чаек зачем ей ловить рыбу которая и так уже выловлена человеком чайка не ищет сложных путей и прямоходящий тоже не хочет сильно заморачиваться у него в мыслях всех чаек уничтожить и проблема решена но мало кто задумывается об уничтожении помоек не было бы помоек и полигонов была бы решена проблема с другими синантропами такими как крысы голуби и другие переносчики болезней да и чаек было бы значительно меньше и не мешали они существовать не только людям но и остальным видом животных и летали бы они в основном как раньше на побережьях в поисках рыбы наслаждая человеческий взор красивым безмятежным полетом и радуя слух своими криками напоминающими нам о море смотрим слушаем записываем подписываемся не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями это очень помогает продвижению друзья у вас появилась возможность поддержать канал не только морально но и материально это можно сделать через сервисы бусти для жителей россии а для других стран патреон да и не только поддержать но и поучаствовать в создании видео в зависимости от подписки у вас будет ранний доступ к новым фильмам вы сможете предлагать темы для будущих видео и даже почувствовать себя редактором внося правки и улучшая их качество с помощью чата в телеграм для обсуждения ваших предложений и чтобы не случилось вы всегда останетесь с нами с вами был канал планета земля